Это пока что лучшее интервью за весь турнир. Ну очень эмоциональный польский парень, да, Норкис, и рассказал он, собственно, про то, что изменился у них состав слегка, и есть некоторые проблемы, есть некоторый языковой барьер, то что был полностью польский состав, сейчас они взяли двух игроков англоговорящих, и, собственно, не всегда могут договориться. Ну и вот про шифты, он сказал, да, то, что когда в твою сторону шифтит зона, тем более несколько раз, то ты там с 80% шансом можешь точно заехать в центр, и они в целом практически всегда, ну, это, наверное, касалось больше лейт-игры, да, лейт-гейма, то, что они занимали больше 40% зоны и контролировали для себя, поделились 3-1 и вообще никак не переживали, что Вака там как-то могут забрать. На самом деле, судя по интервью, все очень даже неплохо у него с английским, особенно ему эмоциональная реакция на то, что ему нужно зайти в лобби, это было здорово. На самом деле, этот турнир отчасти еще запомнится, помимо того, что очень много ваг-моментов, да, пог-моментов, которые мы наблюдали за последние, у нас уже две недели игровые, по сути. Чуть запомнится такими замечательными интервью. Ну что, результаты изменяются, Liquid постепенно двигаются дальше, они уже поднимаются на вторую строчку, смещая Northern Lights с их позиции. Были на втором месте после своих последних, да, игр у нас Northern Lights, но на третье место уходит. В принципе, парни, я думаю, не расстраиваются, что Liquid настолько амбициозный и хотят с первой строчки, да, с максимальной позиции выйти в гранд-финал. Так, кто у нас еще набирает? У нас набирает Raise Your Rage, они уже в 2015. Ну, Raise Your Rage как раз, да. Ну, смотри, история какая? Торнадо Energy, сколько у них тут поинтов? Вообще ничего, 7 поинтов отделяют от Team Red Zone. Team Red Zone не набирает, они потеряли позиции. Если сейчас Торнадо Energy, как говорится, возьмут все это дело в свои руки, у нас же впереди последний Мирамар, правильно, от сегодняшнего дня? И еще 3 Эрангеля. У нас уже Эрангель. О, 3 Эрангеля, прошу прощения, 3 карты в остатке еще есть, в общем, к чему я веду. Поэтому у Торнадо есть все шансы, учитывая, что Эрангеля они отыгрывают Райнинг. Ну, смотри, им набрать 12 поинтов, они обгоняют Станбул Wildcats. Вот, то есть эта команда уже не играет, то есть это уже для тебя, ну, какая-то хорошая ситуация на самом деле. То есть там догонять нужно будет уже двум другим коллективам, которые сейчас там на 15-16 месте. Вот, я думаю, что, ну, у Торнадо, как и говорили, мы до старта матча, и все шансы вообще есть. Нужно вот чуть-чуть постараться набрать в какой-то даже одной игре хорошее количество поинтов, а-ля 15, и все. И дальше уже играть и набирать там по 3, по 5, вот. И будет вообще все замечательно для Торнадо. Ну, а дальше уже в финале показывать какой-то класс игры. Хуже ситуация у Юнити. Три игры остается, им нужно минимум по 10 поинтов в каждой карте набирать. Минимум. То есть вот это реально тяжело. Ну, как минимум, в общем, настрел какие-то киллы неплохие и топ-2, топ-3. Либо просто хороший настрел, да, десятку настреляли, и можете отъезжать, да. Просто это может давить, знаешь. Вот тебе вроде и проще играть, что ты как бы статистически все это видишь. Можешь там математически посчитать. Но если у тебя не получается в половине дня, да, условно, то это уже может начать сдавить на тебя. То, что тебе нужно в этой игре 10 поинтов. Как их собрать? Ты можешь заморачиваться на этом. Делать какие-то, ну, не те мувы, не которые хотелось бы. Да, вот этот мув, который в прошлой игре был, да, заезд там до Нимона и Сета, который мы причислили, наверное, к ошибке, да, вот больше. То, что без информации особой заезжали туда. Да, и в целом там автомобиль был не очень-то июзабелен. Слушай, у нас там эти геты вместе с редлайнами в гадке что-то совсем рядом падают между делом. И есть у нас под дроп. Да, да. Это интересная история. Эти геты сюда падают периодически. Вот редлайн или редлайн... Да, редлайн здесь тоже были вчера, поэтому все-таки немножко неразбериха. Ну, Юнити, ну что, дорогие друзья, Торнадо, Юнити, Натус Винсера – это ваша зона, по сути. Натус Винсера могут либо на ранних таймингах заезжать на Сосновку и там искать для себя удобные позиции, либо закрывать мосты. Давно мы не видели каких-то интересных засад. Ну, а Юнити... Ну, а Юнити с поинтами все хорошо, они могут делать, что хотят, если, ну, вот как-то отстраниться, да, от истории, какое место они хотят занимать в таблице, в квалификациях, потому что не задавали мы этот вопрос, в отличие от Кеймайда, да, то, что наши англоязычные коллеги там спросили, чего хотят Ликвид и в целом как играют. Вот, также непонятно, какой настрой, но в целом увидим, да, что происходит. А вот Торнадо Энерджи, да, хотелось бы понимать, что они будут делать. Они причем чуть-чуть сменили свое место лута. Да, они сейчас ближе к позициям, которые вот Better Luck Next Time, да, вчера у Италии, это 12 желтых, вот там под горой Молодого Компаунды. То есть могут быстрее на мост на левой перейти. Темпусы отжали у них слева от фермы Змейку. Это не свойственно темпусам. Темпусы улетают в Мильту, даже если Мильта там в 500-700 метрах, где нужно еще проехать на транспорте, да, ну, если ты с самолета не долетаешь, то темпусы все равно едут в Мильту, ну, чаще всего. Либо там ферма и Мильта, перекресток Мильта, КПП Мильта. Но в данном случае темпусы вот четко молодцы. Торнадо Энерджи что-то среагировали, да, к соседям, что у них должны оказаться соседи в виде пикселей Томила. Ну и тут эти геты, кстати, приезжают к своим тиммейтам. Готовы они все. Так, бюрста снова. Очень быстро несколько коллективов переезжает. Очень быстро. Энтропик, очень быстрый переезд. Ликвиды там вообще на 2.20 уже выехали. Натус Винсера тоже на второй минуте уже выехали. И в целом у нас есть уже вот три ротации, которые прям супербыстрые. Энтропик делали так же. Энтропик, я вот помню, когда они топ забрали на Сосновке? У нас же ж было это недавно буквально, да? Да, да, да. Вот с воспоминанием у нас свежие. Они как раз-таки на раннем тайминге заехали. Их туда должны были не пускать мисс Фитц, которые сидели вдвоем на мосту, да? На горе сидели Юнити. И при этом Энтропик заехали без потерь. Еще, кстати, нок неприятный у Этигет на самом деле случился. Казалось бы, они вроде отжали центральную гадку. Ну и при этом наполучали. Очень неприятно. Ну и под эту всю движуху уходят Фрики. Покидает он данную локацию. Ну и что у нас по ротациям? Ликвиды заехали на Западную гору. Как раз-таки через Западный мост. Сейчас по Западной горе перемещаются. У Юнити все еще сплит. Достаточно не самый приятный сплит, учитывая, что уже немалое количество соперников находится на самой Сосновке. Рейзью Рейдж с Атлетиками. Как же неплохо пострелял здесь Нейлоп. Хотят стопнуться и еще какой-то урон доставить. Ну и плюс точку забрать. На этот раз не проканала. Там Емпти по Митреллиусу и снимает его. Красиво, красиво. Тут Амакины под карауляшкой. Кстати, это не позиция для Емпти на самом деле. Хорошечно. Что нет? Не добивай. Легкое общение у нас сейчас идет. Тут куча соперников, как бы. Тут же Рейзью Рейдж недалеко. Вдруг бы сюда поехали, да? Опасная история так заигрывать. Так, что у нас? Энтропик. Расположились перекресток до Новорепное. Сити, Кемпы. Они забирают. Я знаешь, что хотел бы отметить? Вот пока Емпти тут из Амакинов показали. Посмотри, вот KillPTS слева у нас есть лайв-таблица. То, что у Амакинов 98. А поинтов у них примерно, как у Na'Vi, там, на 6 поинтов меньше. Это ж сколько они за плейсмент набрали больше, чем на Тус Винсеры и Эмпусы? Ну, я тебе скажу. Они набрали за плейсмент больше на Тус Винсеры. 21.98. Это значит, что у нас 23 поинта. Но по очкам там разница. Нет, минус по очкам разница у Амакинов. Ну, 6.6, да. Вот тебе 17 поинтов. 17 поинтов на плейсменте. Достаточно много, на самом деле. Ну, Амакины более стабильны. Просто были именно в наборе плейсмент-поинтсов. Да, высоких. Просто 17 поинтов, это не значит, что ты условно 8-7 место занимал. Это значит, что ты в лейт-гейме играл. Потому что там же дается по одному, по 2 поинта за у нас первые 4. Топ-3, топ-2. Но мы же с тобой же замечали первые дни. Топ-3, топ-2 они шли. Топ-1, топ-2, топ-3. Топ-1, топ-2. И потом только топ-16 на шестую игру они сыграли. Это первый день, насколько я помню. Торнадо переплыли, кстати. Вот мы сейчас можем видеть здесь. Торнадо там еще и сделали сюрприз. Там Пуэйджа находит у нас игрок команды Digital Athletics. Это был Сиксмо. Ну и Атамакинов какой-то жуткий сплит. Что-то они рафлят. Но походу парням не нужны поинты, поэтому они не хотят потеть, да? Ну, играть в пот. Мне понравилось, знаешь что? Торнадо Энерджи разогрели лодки. Либо уничтожили, либо разогрели лодки на противоположке. Потому что с их позиции на самой же Сосновка Айленд, когда переплыли, они много стреляли на противоположный берег. Было очень много стрельбы от них. Ну и ТСМ. Может быть, да, подруинили лодочки. Ой, смотри, тут Рейзерэдж пытаются проехать. Нет, все-таки. Там еще и Атлетики на перекрестке, плюс Мильда на КПшечке. Ну, стандартная очередь у нас на мост образовалась здесь из темпусов Рейзерэдж и Digital Athletics. Там еще и Хайку подъезжают, и Амакины тоже к этому мосту устремляются. Ну и, думаю, увидим здесь файты на заправке. Очень красиво на карте это выглядит. Сплит, кстати, очень широкий от Юнити продолжается. Ликвиды разместились на южном окончании острова Сосновка. Только Джимс на взлетке путешествует. Все остальные ребята максимально на юге находятся. Ну и у нас поплыли адепты, будут заплывать. Как раз таки с южной стороны острова. Ой, Удер решил поехать. Вдвоем тоже едут у Дракира и Зерноча, и сейчас будет встреча. Все поехали. Так, минус один, один приехал, второй должен сейчас приехал. Так, Шив пока что вылетел, это понятно. Разогревается Хаешка туда, полетела за машиной. Шива добирают Атлетики. Ты посмотри, жадничают, как они со стороны подзарабатывают этих бойц. Разбегаются от тачек у нас парни. Умирают. Raise your rage. Просто тем вайп со стороны. По сути, это темпусы вдвоем здесь провернули. Да, темпусы вдвоем это все провернули. Да, помогали Атлетики? Втроем там один уже погиб из темпусов. Digital Athletics забрали для себя. Ну и клипы там нужно будет разрезать. Так, а что у нас здесь? На юге вон пиксель с тиммейтом. И вот на севере за мостом еще двое-четверо темпусов. А кто там погиб? Погибли Raise your rage. Шива забрали. Шива подстилили. Показалось, что прямо рядом с клипом кто-то умер. Ну да, my bet. Sorry. Не, ничего страшного. Просто Killfeet так полетел, что иногда не успеваешь за ним следить. Так, у нас... Я хотел это заметить, что в самом начале у нас дальше всех были от белого круга Team Red Zone. А это принципиальные соперники у Unity, у Tornado Energy сейчас. Не набирают очки эти парни. Есть возможность добирать очки как раз-таки нашим ребятам. А Red Line будут переплывать, прошу прощения, по-кратчайшему. При том, что руками, скорее всего, будут переплывать. У нас здесь в сторону перекраска поехали. Воу! Аликвит, алло! Ликвид! Ты посмотри на Ликвид. Вот Ликвид, помнишь, мы с тобой недавно разговаривали по поводу того, что Ликвид начинает отыгрывать иначе. Сосновку, то есть они для себя прям вот хороший... Ааа, у нас там минус Херусен, вот этот сплит плохо-то и закончился. Тиммейт рядом был и вроде на горе, не на горе... Нет, тиммейта рядом не было, уехали все. Так, а у нас великое... Мобиль как-то не подготовил, как-то приезды, какой-то шифт ждали, видимо, вправо. Тондо! Или стрелять, или перебегать. Все-таки Вард нормально задрайвбайл тиммейта адептов. Прикрываются машины. Еще и хорошо от Хекса прилетает. Да, взрывается тачка, но уже в сейве тиммейтом прилетает очень больно адептов. Аккурат все-таки достается поинтам для Фекса. И началась война гигантов против Этигет. Этигеты в зоне, а гигантам нужно как-то в нее заходить. Хороший зажим будет ли... Нет, Гастар все еще едет. Лоу хиповый остается, зона подкушивает. Одно попадание буквально с любого агрегата и закончится у нас игрок Эль Гигантен. Ну и так живак. Прыгает в байк и уезжает. Норки забирают, достается он поинтам Этигет. Ноки. Вот так вот встретили перекатку, парни. Называется. Да, ну так вот. Эликвид отыгрывает достаточно часто вот от этого пляжика центрального нижнего на Сосновке. И сейчас, по-моему, для них позиция, ну, просто суперкрутая. Не видели мы, правда, карту, да, на стриме? Мы только с тобой ее видим. По-моему, сам прок-зону не увидели. Вот сейчас мы увидели этот прок-зону. И вы тоже можете его лицезреть, собственно, как сейчас обстоят дела. Да, и помимо того, что ты переедешь мост, а многим командам еще нужно переехать, если быть точным, то пяти, то тебе еще нужно будет как-то по Сосновке двигаться. А при таких проках, о чем и говорил Норкис в интервью, да, плотность, она будет достаточно серьезная с той стороны, откуда зона ушла. Потому что все коллективы же стараются ближе к центру как-то забиться. Тем более на такой земле, как Сосновка. Там еще и Амакины приплыли, и уже зона новая идет, а им бежать нужно, машины найти. Ну, на Варябной не утрались, поэтому сотки там заберут. Знаешь, самое обидное, что Эль-Гиганты начали драку вот эту, да, казалось бы, за лодку, за Ферри-Пир, за позиции, за возможность переплыть. Но мост-то свободный западный, и вот сейчас ВАГ для себя открывает эту информацию, что никого-то уже давным-давно там нету. И даже не увидит ни одного ящика, потому что не было никаких сосадов на этом мосту. Ой, да тут достается НОКИ, последний игрок, как раз-таки Айро. Понятно. Респект, как говорится, отдал оппоненту. Ну и атлетики за зоной сидят все еще на основной части материка. Да, будут Team Red Zone въезжать через атлетиков. Ой, это жесть. Хайку через по западному мосту, а на восточном мосту готовится засада. И, ну, это очень странная история. Это уже будет третья зона, третья фаза после крока. Как бы синьки. Ну, поехали, атлетики все-таки. Но они же могут посидеть и на той стороне, если у них желание такое возникнет. Да, эти геты там тоже пиратские методы въезда в зону практикуют. Ну, то что это происходит с зоной? Это, мне кажется, нас услышали ребята из скриптовальщиков зон, потому что, когда мы обсуждали про азиатский вот это, это реально шок. Ну, типа, у нас вторую игру подряд по 50% воды каждую зону, каждую зону просто. То есть, как бы не горит, а просто интересно, это как происходит вообще. И ликвид эту зону... Ну, реально читали. И сплит вниз был даже на пляж. Я же чем вакавака добирают. Я же застрял на этом внимание и хотел, думаю, вот сейчас прокнет на север, буду улыбаться с них. Поулыбался, спасибо. Так, ну что, в секс-моте время проезжает мимо. Там заканчивается Star, достается, кстати, этот поинт Данимону. Гиганты закончились, это был последний игрок. Смэш падает все-таки от экземпла. Отлично, не пропустили хотя бы одного и уже забрали с их смолу ухоповой. Едут они, кстати, в руки-то, в сторону игроков команды. Ликвид, да, это будка... Едут они в будку, и все нормально там. Это... Там план Бурат, но он работает. Вот здесь план Бурат не работает. ТСМ и зарабатывают просто 4 поинта за секунду. Да, Джеймс находит Мэнника, там еще и Хайку получают. Ну, как бы это на дистанции, вроде бы там есть возможность засейвить, главное смоки раскидать, и больше никто, чтобы угла не давал по парням, тогда будет шанс. Но фекс недалеко, поэтому нужно максимально... Нет, Мэнника все-таки забирают. Неприятная история, но Хайку, я думаю, парни не расстраиваются. У них уже должен иммунитет за эти 6 игровых дней, да, то есть 4 суммарно уиграли, выработаться пирил, пиксель, и x3, жесть, просто это именно жестяковый боевик. Пиксель забирает этот фраг, хокки... Там Торнадо Эннер, где выходит, кстати, пытаются третьим пати, вот к этому файту. И, кстати, Торнадо Эннерджи, здесь такой, может быть, тир, просто... Да, это активная позиция, где у Реджи, что могут подставиться тут. Да, тут Амаки нам достается, Реджи Бирдов все-таки умудрился Васку нокнуть, и пиксель работает по Мэлману, Мэлман экземпл добирает Васку, но Мэлман достается Пикселю. Ну и вот неприятная история. Вроде бы казалось, что парни здесь вышли третьим пати, да, и позиции у них более-менее неплохие, но оказалось, что это не третья, а десятая пати, потому что еще и Team Red Zone начинает заезжать через эти же плюс-минус позиции. Через низ они, скорее всего, поедут в сторону самой взлетки, да, и военной базы. Но это шок, просто шок. Позиций, здесь не хватает позиций даже для половины команд. Влетают Red Line? Фрики! В Digital Athletics будку? Это ответочка! Обычные атлетики влетают в чужие будки, а тут к ним приезжают, ну и все, просто их раздавили. Безус такой там, а на те времена много, вообще взрывается машина. Минус, Мару, Ибица забирает эти поинты, там еще кеймайн, умудрился поинт забрать. У Торнадо Энерджи все очень плохо. Прыгают в тачку два игрока как минимум, Экземпл до последнего будете сраивать, Физи, Салли пытаются уехать, Вуки душат вместе со своими тиммейтами, ну и у Экземпла все очень плохо падает, Экземпл, зона, жесть. Жить к такому количеству игроков негде, просто сейчас умрет очень много. Ребят, Пиксель добирает этот ног, по Экземплу. Экземпл, которые одни из первых оказались на Сосновке, ты представляешь, извините, что ты перебил как обидно Юнити сейчас, которые были изначально в этой зоне, и она от них даже здесь уходит. Даже на Сосновке от тебя уходит зона. Ну то есть, я не знаю, они занимали позиции, которые вроде крутые, то есть горку, да, с нее съезжать там не очень удобно, и не супербыстро это делается, и там потеряли еще Херузена. Но даже здесь от тебя зона просто шифтует в воду, я не знаю, там. И позиции ты уже занять не можешь, потому что плотность совершенно другая к третьей зоне. Два дробчика-то прилетают к темпусам. Приятная история. А ТСМ и тем временем боюют с кем у нас Сликвит. Неприятная история. Так вот не только Сликвит, еще и Габлок. Дабл взрыв, ты что? Как красиво это все-таки получилось. Спасибо нашим любимым обзорверам. И такой момент уловили. А что не уловили, покажут нам еще и на рекэпе лучших хайлайтов этой карты. Может быть мы что-то увидим от ПОВ, может быть наоборот от третьего лица. И вот эти два дропа. Просто подарки. По поводу Юнити и зоны. Я думаю парням, как говорится у них уже давным-давно как жесткий панцирь выработался на тильт. Они не ведутся на него. И что не убивает их, делает их сильнее. И надеюсь парни не падают духом. Будут бороться до конца. Всегда есть возможность. Всегда есть опция. Поэтому еще целых три игрока в строю. Позиции более-менее есть. У Оранжа шаткий, но есть. Томил находит Аймоми. При том, что коричок. Томил на коричке. У нас раскручивает свой девайс. У Торнадо Энерджи все плохо. Они вроде бы на краю снова встречают темпосов. Снова. Но это очень неприятно. Кеймайн, но Каитайра. Ну да. И спасать тут бежать достаточно тяжело. Под арстрелами будет. Там 55 прилетает. Еще стрелает. Перепрыгивает он дерево изначально. Ну прицел чуть-чуть увел. И все-таки дошел здесь. Мейрекю. Буквально одной тычки не хватило. А Вард кстати вообще не прикрывал. Смотри. Вард лежит в другую сторону. Развернут. Видимо ожидает игроков там на кусликсер. Вместе с Фексом. И вообще никак против файта. Аля как же хорошо Эквизи. С углом все это работает. Теперь вы в углу. Вы в углу молодые люди. По Томилу залетает Хаешка. Будет ли взрыв или нет. Ну точнее взрыв будет. Но будет ли он эффективен. Посмотрим. Буки. Сложно парням. Сложно. Камень есть конечно. За которым можно засейвиться. И пытаются уже взять угла на игрока команды Торнадо Энерджи. Там спину стреливает. Квизи падает. Ой. А Томик. Как же больно. Как не вовремя. И вот Томил на самом деле не пострелял по редзонам. Да. И они по сути им помогли сейчас темпусом разобраться с Торнадо Энерджи. Конечно. Такой он лаки вообще. Ну и ТСМ. Здесь очень много смоков тратят. Чтобы как-то от Тим Ликвид здесь закрыться. У Ликвид вообще позиция ультимативная. В эти просветы они будут простреливать здесь. И со второго этажа могут пострелять. Нужно достаточно много пробежать игрокам ТСМ. Ну вроде результативных попаданий особо нет. И вот здесь ракетные установки. За которыми ТСМ еще против Na'Vi и смогут какое-то время поиграть. Правда вот зона если не прокнет, то будет тяжело. Честно, пионерская. Но эти ракетные установки, эта позиция, лучше бы ее здесь не было. Вот их несколько штук. И они максимально дискомфортные. Там засейвится, если на тебя берут угла. А с такими зонами на тебя будут разные команды брать угла по возможности. Тебе просто нормально здесь не посидеть. Там темпусы могут стрелять, кстати. Да, да. Посмотри как они сидят. Темпусы сверху. Баги. Что? Тут прикрытия нет. Все простреливается. Вот это одна стена. Так ты с одной стороны стены встал. Тебе с другой стороны прилетает. Ликвид покупают очередную зону. Это уже скандал интриги расследования. Мэкси у нас находится. Посмотри куда Кеймайнд поехал. Кеймайнд поехал походу закрывать ротацию ТСМов. Которые будут скорее всего заходить с этой стороны. А вот они уже поехали. Видимо, что примерно в ту сторону ТСМов. Нет, разворачиваться все-таки на север уезжает. Ой, фикс. Тибон. Едет кюби. Сейчас будет файд опять с Гуски, где только что единственного Атлетик. Ой, красивушки-то как. Сеня, к сожалению, не справляется. Сеня бы засейвится. Есть ли возможность? Редлайн заканчиваться у нас тем временем. Юнити отлично. Это поинты. Там минус вард. Еще помогают Юнити на Тусминсера. Сеню нет. Все-таки фикс добирает. Вдвоем остаются Аэро и фикс. Ну и Сеню потеряли игроки команды на Тусминсера. Юнити заработали уже три поинта. Как минимум уже и в плейсмент позицион. Это уже топ-7 для них. Ну и можно пытаться закрывать. Ну а на Тусминсера теперь очень сложно перемещаться. Аэропад этот Джинза тут же сбривает его кеймайт. Ну и фикс пытается зажимать по перекатке от на Тусминсера. Там Юнити сейчас будут встречать этот въезд как раз-таки. Ну и хорошо. Парни въезжают на Тусминсера. Они не в зоне. Они въезжают на очередную ракетную установку. А что делать дальше? Дальше жесть. Дальше драться. Дальше умирать кому-то придется по-любому. Потому что Юнити в зоне со своей ракетной установкой. И они будут настреливать. Притом еще и в две стороны. Темпусы. Посмотри как ворвались темпусы. Там видно. Вот как раз-таки нам показывают. Темпусы въезжают в одну из немногих позиций в центре. Эти складки. Они очень неприятные. Это даже не позиция. Как их перекрестно здесь уничтожают машины. Нужна как минимум еще одна машина. Пытается Вуки с 24-ки дождаться выхода Тибоуна. Ну и Пиксель тем временем умер. Фекса тем временем еще и к тому же забирает Бесталыч. А это он за домом, да? За будкой. Понимаю. Хорошо. Что у нас по Нату Свинцера? Нату Свинцера расчистил для себя одну сторону. Убрали ТСМ. Бесталыч пытается въезжать за очередные складки. Микроскладки. Там просто микроукрытие. Вуки-буки заканчивается. Топ-5 уже минимум для Юнити. Юнити работает в сторону Кембы. Но Кемба вроде доезжает до своего тиммейта. Оранж падает. Оранжа по-моему доберут. А, нет, все, заполз. Нормально. Данимон прикрывает. И Табу нужно тоже переезжать. Потому что зона его выдавливает. Но сейчас Данимон поменяет тоже свой вектор обзора. И здесь по Нату Свинцеры могут пострелять. Единственное, что там Редзон с другой стороны. Что? Ибица вышел прямо... Что делает у Теликвида? Что угодно. А Мэкси сидит там на пляже и вообще не двигается. А у Мэкси высота. У Мэкси высота. Он видит очень много позиций. Бесталыч падает от сета. Ибица, правда, умер. Атомикл все-таки подловил этого загулявшего молодого человека. Бесталыч можно здесь поднимать. Но посмотри на эти микро... Микро-ландшафты. Здесь просто без тачек, без ничего жить невозможно. И хоть и переработали сосновку. Хоть и добавили здесь еще какие-то дополнительные укрытия псевдо. Тут много чего, да. Углубили уолграунды. Добавили деревья. Ну, это такая себе история. Здесь либо нужно еще больше перекатывать. Но с другой стороны, там много зрелищности. У нас уже 4 команды. Жесть. Просто жесть. 12 лайф, 4 команды. Так, Оранж поехал. Ну и немножко... Немножко охлотили. Переезжает. И, кстати, он, по-моему, под Мэкси. Сейчас бы добрить Мэкси. Не дать ему взять эту будку. Падает. Все-таки у нас Маджестерс. Хорошо. То есть плохо постреляли у нас, ребятушки, из Red Zone. Ну, Юнити, вот на два фронта воюют. И, конечно, нужно им здесь четко понимать, когда в какую сторону смотреть. Потому что и те, и те примерно под одинаковым углом. Там где-то 90 по отношению друг к другу Red Zone и Natas Vincere. И для Юнити это, конечно, не очень приятно. Вот, видимо, то, что Бестович находит здесь Оранжа. И для него оно нужно как-то прикрывать. Да, снова упал Оранж. Он течет очень быстро. Поднять его будет ли возможно? Да, пытаются с этого поднимать до последнего. С это еще и Бестович присылает неплохую Хаешку. Там ответка полетела от кем бы. Что это будет? Это будет просто Смок в ответку? Да, это будет Смок. Отлично. Ну, СНГ коллективы дерутся между собой. Тим Red Zone немного могут выдохнуть. А Ликвид готовы встречать идущих. Мэкси находится за туалетом. Как раз таки в зоне. Также еще остальные два игрока в большом и крупном кемпаунде. Точнее, его край, да, в зоне. Поэтому оттуда они могут и со второго этажа поработать, с мотеля. И из заборов потом еще могут работать, если понадобится. Ну, а у Юнити очень сложный вход. Позиций у них нету в зоне сейчас. И у Натус Пинцера нету этих позиций. Просто идет стрельба. Ну, тачка какая-то есть. Бестолочнокает сета. Неприятная история для Юнити. Ну, сета Данимон остался. Данимон пытается принимать. Корот, жирок от Данимона. Прилег еще и продолжает стрелять. Хорошо. Оранж сработал по месту. Штаб лежит. Оранж в ноке. Сета добирает Данимон. Нечаянно кемба все-таки останавливает. Слушай, ну и вроде дотекут. На самом деле зону накроет. Потому что кемба идет ресурсы собирать. А они пытаются своих тиммейтов здесь забрать. Там единственное, что Кеймайт может добрать нокнутов. Подъехал уже вместе с Джимзом. Ну и Ликвид подсо... И вот достанутся ли эти киллы Юнити сейчас очень важно. Ну, кемби надо было... Хорошо, кембас еще начинает набирать поинты. Раскручивает свой агрегат. Тап все-таки умирает. Тап не добрал ему никто. Ну и Джимс настреливает по убегающему кемби. Кемба все еще не в зоне. Кемба решил... Да. Кемба решил остаться за зоной. Не отдавать на себе поинты. Хорошо. Неплохо для Na'Vi. Что у нас по Юнити? Юнити, Юнити. 87 поинтов. Ну, я не знаю, статистика обновилась или нет на данном этапе. Ну и два игрока. Team Red Zone. Кстати, Red Zone-то топ-2. А это конкуренты? Были они на самом севере, если ты помнишь, да? Самый север. На северном они начинали лут. Да. Жесть. Так. Ну что, дорогие друзья. Три в два ситуация. Пять лайв. Соответственно, арифметика простая. По окончанию у нас, кстати, пять киллов у Team Red Zone. Если информация, да, там тач как раз таки дает возможность засейвиться. Ну и вообще не залетает, к сожалению, у Макандарка. Знаем мы, на самом деле, о качествах этого игрока. Очень здорово он может стрелять и душить. Хороший молотов залетает. Пытается угла взять Atomical. Аугу у него в руках. Ну и что? Ждем. Ждем, когда парни дадут ног, уравняют шансы. А там может попробуют. Нет, к сожалению, падает у нас Atomical. Макандарк. Макандарк. Смотри, что он пытается дострелять. Да, есть. Но спамексик тут же его добирает. Бойнт этот очень нужен. Ну и выходит на него, не теряя времени. Кеймайн Джимзом. Еще одна победа для Team Liquid. Слушай, ну суперкруто отыгрывают на самом деле. И здесь зона помогла прям максимально. Учитывая, что вот этот компаунд, он практически до конца был. Ну и их движение в лейтгейме, да. Как хотели, туда-сюда катались. Понимали они то, что Мэкси там контролировал вообще весь пляж. И никто к ним не заходит. Ездили, везде информацию собрали. И потом уже совсем откровенно играли, когда хотели поинтов набрать. Ну и Liquid вообще все шансы имеет, чтобы на первом месте закончить эти квалификации. И доказывают они нам, что это одна из лучших команд мира. Как ты говорил ранее. Шок. Ну, прочитанная зона настолько. Да, они ее ждали не один раз. Ты говорил про эти моменты, что они здесь располагаться любят в последнее время. Когда ранние тайминги заезда на Сосновку. И Сосновка 90%, что будет продолжать оставаться в кругу. Да, там не захватывает сильно большую часть материка основную. То они уже вот, вот они все-таки дождались эти проки. И мы с шоком сидим и просто требуем проверку на честность кругов. Не, на самом деле здорово. Я не знаю, да, очень ров и круг, на самом деле. Для большинства коллективов, я думаю, супер неудобно. И в целом вот у тебя на Сосновке большое количество укрытий. И это можно назвать, ну вот как город, да, условно. Это не здесь. Здесь рядом, да, рядом друг с другом бегать. И очень много кто занимает эти позиции. Но вот переезжать там, это очень тяжело. Там уже все open field, причем они, знаешь, такие без всяких low ground, high ground. То есть там не так много рельефа. И тебя в целом можно за один, ну какой-то спрей зажать просто легко. Там даже где вот эти черепахи, там между ними проезды и прочее. Но вот все пытались как-то больше по рельефам проходить со стороны горы. И вот жалко там Tornado Energy больше, наверное, что не получилось у них как-то встретить конкретно. Они там 2-3 коллектива могли супер круто встречать и вообще поинтов много набирать. Слушай, ну драки невероятные. Благодаря такой зоне мы увидели супер моменты. Но Айрон сам не поверил, что он даже не взрывая лодку забрал четверых. Ты видел? С одного спрея, по сути. Перевел раз, два, три, четыре. Ну там вдвоем стреляли, но тем не менее, да, последние все пули от него залетали. Вот, кстати, Томил, вот он мог здесь забирать игроков Red Zone. Мог их контролировать вообще до конца. И вот если Tornado Energy чуть-чуть подождали, возможно, пока Red Zone погиб, ну это очень тяжело узнать. Ты не понимаешь, как это происходит? Тяжело, конечно, конечно. Очень, очень тяжело. Хороший мешок. Да, здесь было очень красиво. Я же говорю, нам еще в хайлайтах покажут моменты, которые мы могли упустить. Как раз вот с другой стороны, видишь, с другого ракурса. Момент с ТСМами, с их заездом сюда. Да, Макандар хаешечку закидывает, взрывается. Ну и с ганатом про темпосом, да. А красиво, и с багом-то красиво выглядит, как будто бы чувак сидит, кто-то из темпосов сидит, все еще без транспорта, на суше, и взрываются все тиммейты. Ну и вот как раз-таки драка. Одна из красивейших, кстати, драк. Ландшафт минимальный. Ой, ну сет бы прикрыл, на самом деле разобрали бы на Тус Винсер, здесь для себя Юнити. Да. Ну и вот прицел, да, опять уводил. Немножко вот прям совсем микро-моменты по стрельбе здесь не разобрались Юнити, а вообще так могли файт выиграть на тоненького здесь для Натус Винсера получилось, учитывая то, что там Кемба после этого еще килл для себя забрал. Ну, в целом, неплохо. Ну и Юнити, кстати, в первой восьмерке. Сейчас мы посмотрим, что там по поинтам. Вот Торнадо Энерджи три поинта не набирают. Хайку не набирают, четыре команды не набирают поинтов. Резерейдж, Адептель, Гигантин и Хайку, к сожалению. Это хорошо, что Резерейдж не набирают для СНГ коллективов. Ну, в целом, да. Но улетели они с карты, мы видели, это один из первых хайлайтов был. На старте они просто на мосту закончились в момент. Натус Винсера 12 поинтов, и Red Zone также 12 поинтов. Но у Натус Винсера чуть больше на один килл, но меньше на один плейсмент-поинт. Соответственно, данный... Там вот СМ на киллах набрали, быть здоров. СМ-ы, ну, они дрались. Ты посмотри, Адепты сначала их пытались стопнуть, да, и поплатились за это. Все началось с Адептов, все, раскрутили стволы, понеслась. Темпусы 8 киллов, Юнити 5 киллов, 9 поинтов. У нас, посмотри, до седьмой строчки очень большое количество поинтов сконцентрировано. По сути. Это как раз специфика того, что нижняя восьмерка не набирала здесь поинты, поэтому все разыгралось уже больше в лейтгейме. Макандарк, мы видим, врывается к нам в килл-лидеры, и это очень приятно наблюдать игроков, которые редко здесь появляются. Соответственно, у них что-то получается, и они могут быть довольны своим результатом, дорогие друзья. Ну, а мы отправляемся на интервью с победителями.